Девушки отдыхают В 2010 году Анна Бессонова попробовала себя во многих видах деятельности, в том числе и журналистике. Но вскоре поняла, без гимнастики ее жизнь пуста. Действительно, я хотела очень много попробовать, где мне понравится, и ведущей, и на телевидении. В общем, я все пробовала, мне это все нравится, все очень классно. Но я совсем недавно поняла, что все-таки гимнастика это мое. Мне действительно это нравится. Мне нравится передавать опыт, мне нравится видеть какие-то плоды своего труда, что да, действительно получается, и детям нравится, и есть какие-то успехи. Молодец! 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 Не страшно? Класс! Анна Владимировна тренер добрый, но требовательный. Главное условие – любить гимнастику и быть готовым пожертвовать ради нее другими менее важными занятиями. Например, многочасовым просмотром телевизора. Ее воспитанницы от 3,5 до 13 лет все как одна влюблены в тренера и готовы исполнять поставленные задачи. Из последних достижений подопечных Анны Бессоновой на международных стартах – шестое командное место на чемпионате Европы в Израиле. Мне очень нравится с ней работать, потому что она помогает мне, ставит очень интересные упражнения. Когда на соревнованиях выводит, тоже переживает за меня, хочет, чтобы у меня все получилось. Разговаривает со мной, общается. Это мне очень помогает морально на соревнованиях и в зале, даже на тренировках. Поэтому я люблю ее. Рядом с Аней ее лучший друг и наставник – мама Виктория. Тоже в прошлом гимнастка – чемпионка мира в групповых упражнениях. Именно под ее руководством в 5 лет будущая звезда гимнастики начала свой спортивный путь. Теперь мама гордится еще и тренерскими успехами дочери. Самое главное, конечно, и приятное – это то, что увидели ее работу и ее оценили. Потому что последний чемпионат Украины, детский у нас был, она ставила все групповые упражнения, сама она работала. Но это было видно, что это ее работа. Ирина Дерюгина тоже рада, что ее бывшее воспитанница стала теперь ее коллегой. Сохранить престиж и особый стиль украинской школы художественной гимнастики, максимально популяризировать этот вид спорта – главная задача этой тренерской династии. С Аней был процесс следующий. Она долгое время не знала, что она хочет. Вот сейчас, буквально с прошлого года, в ней появилось желание работать тренером. И она сейчас, знаете, так, более с интересом к этому относится. И у нее уже пошел процесс, когда она получает от этого удовольствие. В новом сезоне в художественной гимнастике ожидается очередная смена поколений. Смена правил и, соответственно, смена программ. Пока непонятно, как это повлияет на качество выступлений гимнасток и судейства. Зрители однозначно увидят больше рисков, бросков и захватывающих элементов. Сложнее будет судья. Если раньше мы выступали по карточкам, мы предоставляли карточки, на бумаге, все, что мы выполняем. Судья то, что не выполнял, вычеркивала, то, что выполнял, засчитывала. Сейчас этого не будет. Сейчас будет судить только то, что делает гимнастик. Судейство, кстати, именно тот вид деятельности, к которому Аня пока не готова. Говорит, после того, как на себе испытала субъективность гимнастической эфемиды, не может оценивать выступления других. Пока она мечтает вырастить свою чемпионку, лучше не одну. Секреты успеха знает, а желание узнать их и воплотить в жизнь без труда читается в глазах ее воспитанниц.